Здравствуйте! В эфире город С и Татьяна Дмитриева. Увеличился ли приток мигрантов в Самарскую область? Какие требования предъявляются к гостям? И почему им не всегда рады? Об этом говорим сегодня. В нашей студии заместитель начальников УФМС России по Самарской области Денис Акимов. Ваши вопросы и мнения по качеству проводимой миграционной политики сообщайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Денис Владимирович. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вообще как меняется ситуация? На самом деле больше мигрантов прибывает к нам? Или это все-таки на уровне остается на одном? Вы знаете, если комплексно оценивать те цифры, которые имеются в нашем распоряжении, в целом мы сейчас сконстратируем факт того, что мигрантов в принципе больше не становится. Мы где-то находимся на уровне прошлого года, и в основном сейчас в регионе присутствуют те иностранные граждане, которые прибыли сюда в прошлом, позапрошлом году, которые также успешно осуществляли трудовую деятельность, в законном порядке, безусловно. Поэтому есть определенная такая небольшая динамика прироста, но она совершенно незначительная. Хотя вот если посмотреть визуально даже на улицы нашего города и даже в подъезды и так далее, и в дачных массивах, то кажется, что мигрантов становится больше. То их встречаешь на улицах чаще. То есть получается, что в основном прибывают специалисты такого плана, которые чистят улицы, строят на дачах, роют канавы и так далее, убирают подъезды. Получается так? Почему это так заметно? Это действительно так, и здесь не надо какого-то экспертного мнения. Ваши слова подтверждаются нашими цифрами. Конечно, основной приток мигрантов, больше 70%, это те, которые сюда приезжают работать. А вот о чем вы говорите, о том, что их, может быть, больше стало на улицах, в каких-то общественных местах, я вам хочу сказать, что уровень легальной миграции, то есть тех иностранных граждан, которые работают с разрешительными документами, их объективно становится больше. Просто вот та часть, которая была скрыта за заборами, которая в какие-то моменты, там, несколько лет тому назад, откровенно нелегалила, теперь они спокойно выходят и трудятся, убирают наши улицы, подъезды. То есть вот эти люди, они относятся к категории трудовые мигранты, да? Совершенно верно. Трудовые мигранты. Еще одна ситуация, которая сложилась в последнее время, это мигранты с Украины, да? Ну, вообще, вот обстановка ситуации политическая даже уже с Украиной и Россией. Скажите, Самарская область какие берет на себя полномочия принимать людей с Украины? Как она им помогает? И вообще, какие-то у вас есть, может быть, рамки, да? Вот сколько мы можем людей таких принять именно с этой страны? Вы знаете, Самарская область уникальна тем, что мы тот регион, наряду с рядом, ну, точнее, наряду с некоторыми другими, в том числе в рамках Привозского федерального округа, которые приняли наибольшее количество граждан Украины, именно с юго-востока Украины в связи с теми боевыми действиями, которые там до сих пор происходят. Там больше, мы же сейчас приближаем цифры, около 8 тысяч только временных убежищ мы предоставили такой категории граждан, то есть которые приехали, остались здесь на территории Самарской области, активно трудоустроились и продолжают жить. Теперь уже с многими из них разговариваю. Как раз у нас основной массой, основной приток такой категории был вот июнь, июль, август прошлого года. Мы с ними встречаемся вновь, которые уже продлевают свои статусы. Многие из них стали гражданами России, а те, которые еще как бы остались иностранными гражданами, уже настолько тесно свою судьбу связывают с нашим городом и с нашим регионом. Получается, что это тоже категория трудовых мигрантов, да? Или это не вынужденные переселенцы? Вот как это разобраться? Ну, если рассуждать с правыми категориями, это люди, получившие статус временного убежища, которые выбыли из своей страны в связи вот, ну, конкретно с вооруженным конфликтом. Но, понимаете, они не по своей воле оказались здесь. Это действительно так. Слушаешь истории многих из них, но иначе как гуманитарным ужасом, я, например, назвать это не могу, когда у людей не остается ни дома. Да и элементарно, они, многие из них просто без документов, без паспортов сюда приезжали, пересекая там под пулями, под обстрелами эту границу. Поэтому категории трудовых мигрантов, они теперь отнеслись к тому, что им приходится здесь трудоустроить. Вот они стремятся вообще работать? Потому что, вот знаете, когда массовый приток, он всегда волнует жителей города. Скажут, ну вот, приехало очень много людей, и какая-то тревога возникает. Будут ли они работать, платить легально за свое здесь пребывание, а не то, что вот лечиться бесплатно, там учиться бесплатно, еще что-то бесплатно. Вот могу с уверенностью заявить, что большая часть из них, да практически, ну, единичный случай, да, те, которые находятся в трудовом возрасте, я не говорю про пенсионеров, детей, это объективно мы понимаем, а не просто желают трудоустроиться, они делают все от них возможное. И на самом деле была проделана огромнейшая работа. И не только нашей службе, да, но и центрами занятий населения, Министерством труда, занятий миграционной политики Самарской области, правительством в целом Самарской области, которое предложило вот такой комплекс мер, начиная с федеральной миграционной службы, которая соответствующие документы им оформляла, подбор работы, жилья, ну и так далее, дальнейшая уже социализация уже на территории нашего региона. Ну, работают. У меня вчера вот личный прием был, мне очень понравилось, две девушки, две сестры, что-то около чуть больше 20 лет, ну, только закончили две с высшим образованием, как раз рассказывали о том, что как тяжело им было уезжать с Донецка. Работают в одном из обувных магазинов, спокойно спрашиваю, как, как вам вообще? Улыбается, все нравится, все здорово, замечательно. Хотя, конечно, у многих из них действительно есть сложности и финансовые трудности, и трудности с трудоустройством, но вот как-то совместно мы стараемся эти вопросы решать. Вообще, когда происходит такой массовый приток мигрантов, вот уже в обществе сложилось такое мнение, что это способствует, во-первых, росту преступности, я не говорю про всех, что сразу все идут там грабить и убивать, инфекционным заболеваниям, болезням, финансовым затратам на их содержание и обслуживание. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Вот кто-то как-то это регулирует, потому что вот хочется во всем видеть не только негативные, но и позитивные моменты. Ну и как бы это все нужно улаживать в свое время. Ну давайте по порядку. Что касается преступности, да? Начнем с преступности. Я могу сказать, что у нас есть четкие цифры статистики, уровень преступности относительно всей Самарской области мигранты там составляют менее 2%. Он колеблется там в пределах 1,5-2,5% в ту или иную сторону в зависимости от сезонности. Когда на территории Самарской области совершается такое количество там с четырьмя нулями в общей сложности, и иностранных граждан 300-400-250 человек, сейчас вот где-то примерно такая цифра, да, но совершают они преступления? Да, совершают. Сотрудники полиции успешно выявляют. Но говорить о том, что миграция обусловила какой-то дополнительный криминал в Самарской области, я думаю, что это, наверное, будет не совсем верно. Что касается инфекционных... Да, вот такие люди, они как-то выдворяются, если вдруг что? У нас сейчас есть такой комплекс законодательных мер. Я в основном буду говорить, конечно, о трудовой миграции, да, наверное, как основной части, да. Человек, который приехал сюда работать, это, скажем так, новелла этого года, он все 100%, которые будут получать разрешительные документы, они обязаны проходить медицинское освидетельствие. А медицинское освидетельствие направлено на выявление вот этих общественно опасных заболеваний, которые многим известны. Выявляются они? Да, выявляются. Опять же, ну, может быть, не совсем... Тут к нашим коллегам с Министерства здравоохранения было бы правильно обратиться, они, может быть, конкретные цифры сказали. Но я могу сказать, у тех людей, которые выявляются, такая категория болезней, мы просто-напросто им решительные документы не выдаем, предлагаем самостоятельно, да, предлагаем самостоятельно убыть с территории страны. В случае неубытия они подлежат там депортации или выдворению. Много таких людей? Нет, немного. И вот что касается финансовых затрат, вот тоже, опять же, вот, за чей счет, кто несет вот финансовые затраты по содержанию, опять же, по каким-то тратам все равно? Опять же, что касается трудовой миграции, и это здорово, и это заработало с этого года, если ты хочешь легально работать, теперь иностранный гражданин обязан в добровольном порядке застраховаться. Причем страховой полис является обязательным документом при получении. Без этого документа он, скажем так, ну, патенту так называемый, который сейчас позволяет работать иностранному граждану, он просто-напросто не получит. Понятно. Вот. Соответственно, очень много мы с коллегами, конкретно с Министерства здравоохранения, говорили об этом, о том, что нужно снижать нагрузку с регионального бюджета, в том числе вот по этой категории граждан. Проблема в какой-то степени начинает решаться. То есть определенный объем медицинских услуг теперь будет оплачиваться не за счет налогоплательщиков, а за счет страховых организаций. Мне кажется, это вполне справедливо. Уважаемые телезрители, хочу напомнить телефон 202-11-22. Мы сегодня обсуждаем миграционную политику. Какие плюсы и минусы вы видите от того, что мигранты живут и работают в нашем городе? Пожалуйста, ваше мнение можете сегодня высказывать по уже названному мной телефону. А вообще требования к въезжающим как-то меняются, ужесточаются или что? Потому что вот здесь уже такой вопрос встает о качестве горожан, потому что они становятся как бы жителями города, да? И как мы уже сказали ранее, если вот это люди определенного такого рабочего, так скажем, направления, да, вот такой физической трудной работы, то уже, конечно, качественный состав горожан меняется, понижается, так скажем. Вот какая политика вот в этом отношении происходит? Вы знаете, если мы говорим о качестве, даже как-то... Потому что вот сейчас вот скажу, знаете, вот обидно, что когда человек достигает какого-то статуса определенного, интеллектуального, финансового и так далее, многие есть, но немногие, единицы или там десятки стремятся уехать в Москву, в Петербург, за границу. Такое есть. А компенсируется уезжающей притоком не такого качественного вот по этому уровню состава. Вот это вот как скоординировать. Знаете, момент какой? Вот если посмотреть на миграционный процесс, так достаточно широко в рамках нашего региона... Чтобы разобраться. Ведь все-таки я говорил о том, что у нас где-то 70%, более даже 70% это миграция трудовая. А трудовая миграция, она носит в себе очень четкий сезонный характер. Вот сейчас мы как раз приближаемся к июлю. Это всегда пик именно трудовой миграции. То есть это люди, которые приезжают сюда на заработки. Они приезжают, зарабатывают деньги, отправляют их себе на родину. И так сложена вот наша глобальная экономика. Потом уезжают к себе на родину, там проводят какое-то время. Поэтому говорить о том, что эти люди там в значительной степени ассимилируются здесь и каким-то образом влияют на... Меняют состав горожан. Меняют состав, да, горожан. Но, может быть, это не совсем корректно. И, опять же, вот если с точки зрения занятости, трудовой занятости, да, они занимают ту нишу, которая не востребована, да, среди граждан нашего города. Ну, если экономика этого требует, если экономика требует привлечения дополнительных ресурсов, она их привлечет так или иначе. Понятно. Вот близится чемпионат мира по футболу, 2018 год. Уже какая-то политика в этом отношении ведется, потому что вот у меня есть данные, что будет задействовано 50-60 тысяч мигрантов для строительства объектов для чемпионата мира по футболу. Уже сегодня нужно начинать? И уже сегодня эти объекты строятся? Вот это уже идет процесс? Я могу сказать, что уже, наверное, год, как начали строиться объекты, да, и знаменитый стадион, который должен быть построен, безусловно, он требует привлечения иностранной рабочей силы. И не только... А там уже более квалифицированные, наверное, специалисты должны быть. Вот, я хотел остановиться на этом, да, не только низкоквалификации, да, но и задействованы инженеры. Более того, вообще высококвалифицированные специалисты, да, которые, ну, все-таки там, сооружение достаточно... Угу, конечно. Такое инженерное, с инженерной точки зрения сложное. И во многом мы там... Есть у нас необходимость опытных работников в этом. И эти люди тоже приезжают. Так называемые высококвалифицированные специалисты, у которых заработная плата, там, должна быть не менее двух миллионов рублей в год. Это тоже трудовая миграция, по большому счету. Поэтому, скажем так, с этого года все государственные органы и те, ну, скажем так, те люди, которые заинтересованы в проведении чемпионата мира, в организации его проведения, сейчас включили в такую новую, активную стадию работы в этом направлении, да. Создается всевозможные рабочие группы, мы участвуем в совместных заседаниях, очень плотно общаемся с правительством Самарской области, с нашими правоохранительными органами, что немаловажно, да, потому что все-таки приток будет, но вот 50-60... Сложно мне сейчас прокомментировать, откуда такая цифра именно возникла. Но то, что приток трудовых мигрантов будет, это однозначно. И наша задача, и задача в том числе, в первую очередь, наверное, миграционные службы и правоохранительных органов, обеспечить четкий контроль и прозрачность тех миграционных процессов, которые будут происходить. А вот что нужно делать работодателю, который хочет привлечь иностранных специалистов? Вот какая система, какой механизм, он что должен делать? Вообще какое-то время может человек приехать по его предложению, посмотреть хотя бы, определиться, может быть, его здесь не все устроит, и не оформлять свои отношения с миграционной службой? Ну, если так очень кратко, да, потому что здесь можно нам еще на две программы с вами побеседовать на эту тему. Те граждане, которые у нас приезжают сюда в безвизовом порядке, в основном это страны СНГ, порядок, как бы сказать, с одной стороны, в некоторой степени упрощен, да, то есть иностранный гражданин проходит, как я уже говорил, медицинскую комиссию, получает, значит, приобретает страховой полис, что немаловажно, сдает экзамен на знание русского языка литературы, русского языка истории, прошу прощения, законодательства, вот, и после этого обращается к нам за получением документов. Но законодатель очень четко определил, что эта процедура должна быть проведена в течение 30 дней с момента его въезда. То есть, такого периода на раскачку, и вот мы тут присмотримся, вы знаете, мы очень часто в проверочных мероприятиях, когда выявляем иностранцев без документов, когда мы спрашиваем работодателя, в чем проблема-то, к чему? Ну вот я присмотрюсь, и вот тут вот... Ну это человеческий фактор, конечно, вот так вот бросаться. Да, да. А работодателю, который вот так вот пригрел таких вот работников, что грозит? Большие штрафы нет? Грозят штрафы. Или им лучше вот как-то пусть поработают, поработают бесплатно. Ой, не бесплатно, а там за какие-то минимальные деньги. И ничего не платить в государственные органы. Грозят штрафы, и штрафы очень большие, да, когда речь идет не от одной-двух тысяч рублей, хотя есть и такая категория штрафа, но вот крупные строительные объекты, да, там, где участвуют у нас юридические лица, все штрафы начинаются от 25 тысяч рублей за одного человека и доходят до 800 тысяч рублей. Так что, ну, на наш взгляд, проще инвестировать деньги в его легальное оформление. Понятно. И вот еще такое было нововведение. Мы с вами на прошлой программе об этом говорили, патенты, да, вот насколько эта система себя оправдывает, в чем ее плюсы? Еще было много изменений. Вот вы упомянули знания законодательства русского языка. Такое ужасочение все-таки произошло, приема к нам иностранных граждан. Вот какие результаты первые вы можете подвести, итоги? Если мы прямо на пару минут тому назад вернемся, вы говорили про качественный состав тех, кто приезжает. Вот на наш взгляд, миграционная политика, вот первые этапы ее реализации были направлены как раз на то, чтобы изменить лицо трудового мигранта, да? Мы, нам нужен высококвалифицированный специалист, а если, скажем так, не квалифицированный специалист, значит, он должен быть медицински защищен. Он должен, ну, как минимум, на элементарном уровне общаться на русском языке, потому что, ну, все-таки он приезжает работать в страну и, ну, элементарно пообщаться с тем же представителем миграционной службы, с представителем полиции, с работодателем своим. Знание языка нужно. Что касается патентной системы, оправдала ли она себя? Она оправдала себя на 100%. Потому что, наконец-то, отменены вот эти вот квоты для юридических лиц, которые совершенно непонятным образом использовались. Более того, откровенно скажу, это была такая очень сложная коррупционная схема, да, непонятно, кто их использовал, их продавали. Не знаешь, как конвертируемая валюта некая была. Теперь все перешло вот такое в экономическую сферу, экономическую потребность конкретного работодателя. Хочешь иностранца? Заплати и привлеки его. Понятно. А вот какая существует вилка между теми людьми, которые встали на миграционный учет и получили вот эти патенты? Вот разница какая? Потому что вот кто-то встает, регистрируется, но не все же получают. Вот как вот здесь разобраться? А остальные тогда в каких сферах задействованы? Или зачем они сюда приезжают? Вы знаете, если очень глубоко начать разбираться в цифрах, вот мы говорим о том, что 70% это трудовая миграция, какой-то объем иностранных граждан у нас постоянно находится на территории региона, да, все-таки миграционные процессы, они такие динамичные, да, мы можем какой-то вот день остановить и посмотреть, что на этот день происходит. Но с этого года у нас, например, активно приезжают граждане Армении сюда, с этого года они входят теперь в Еврозес и не требуют получения каких-то разрешительных документов, да, граждане Казахстана, Беларуси, которые тоже присутствуют в нашем регионе, да. У нас есть две такие самые крупные страны, поставщики на для нашего региона рабочей силы, это Узбекистан и Таджикистан. Да, традиционно. Традиционно. Давно это было так долгое время, да. Мы как-то анализировали ситуацию на 2014 год, по концу года, да, могу сказать, это вилка 6-10% в счет погрешности, это те люди, которые попали в так называемую группу риска, да, которую мы можем предполагать, что они здесь находятся и работают нелегально. Много или мало, не могу сказать однозначно, знаю, что есть над чем работать, и мы продолжаем. И это доказывается нашими текущими рейдами, потому что ни один рейд не остается без результата, к сожалению. Понятно. И вы уже упомянули о таких вот новшествах, да, вот в миграционных процессах, и все-таки вот портрет мигранта в основном это кто? Вот что это за люди, вот если так вот сейчас проанализировать, кто пребывает в нашей области? Откуда, зачем и социальный статус? Это граждане тех республик, которые я уже сказал в основном, да, как правило, это мужчины средних лет, средний возраст. Да и женщины, вот опять же, я по своим впечатлениям, по своим каким-то вот, то, что вижу, очень много женщин. И женщин много, и семейные пары едут сюда работать, и вот такой вот семейный, семейная трудовая миграция, она существует, и более того, интересно, она востребована у нас. Вот. Активно семейные пары, например, используются, ну вот в частном секторе, например, супруг обслуживает там участок, соответственно, жена его занимается там подсобно. И деньги не будут вывозиться обычно, вот если мужчина приезжает сюда работать, он тут собирает-собирает, не тратит, и все туда к себе на родину. А если здесь семья, то здесь уже все будет, собственно говоря, тратиться. Вот. И есть те люди, которые уже не первый год сюда приезжают. Есть те, которые приезжают и создают сюда здесь семьи, раздают здесь детей, да. Многие из них из трудовых мигрантов уже превращаются в таких мигрантов с перспективы на переселение, да. Вот. Поэтому вилка большая или нет, она есть. Есть блок нелегальной миграции, да. Вот этот портрет трудового мигранта. Ну, единственное, что, наверное, меняется за последние годы, но это, наверное, неизбежно. Все-таки средний возраст мигранта начинает уменьшаться. То есть едет, да, едет молодежь, и вот именно она требует дополнительной такой социализации, да. Уже многие из них не знают русского языка. Отсюда и некоторые, которые, к сожалению, не могут сдать экзамены. Вот. А та основная масса-то, она еще рождена была в Советском Союзе. Да. А в связи с тем, что вот сегодня мы живем в таких условиях и отношениях с другими странами западными и экономического кризиса, количество высококвалифицированных специалистов западных, оно уменьшилось все-таки вот в результате всего этого? Если посмотреть на цифры, оно увеличилось и многократно. Что удивительно, кажется, что не создано условия. Это неудивительно, если мы посмотрим на структуру экономики нашего региона, да, и тот сектор, который активно развивается, в частности, Тольятти, например, да, где у нас особая экономическая зона создана, да, где активный приток инвестиций из иностранных государств, да, соответственно, помимо инвестиций они сюда привлекают и своих специалистов. Мы одни из лидеров, не одни из, мы лидеры по Приволжскому федеральному округу, по количеству специалистов именно высококвалифицированных, которые работают у нас на территории региона. Ну, вот еще момент. Я свое личное мнение высказала относительно того, что люди уезжают на определенного статуса. А вы можете подтвердить, это действительно ли из Самарской области едут люди, уезжают, покидают? И, может быть, даже причины какие-то основные, они же должны обосновать, да, свое решение, прежде чем уехать. Я буквально недавно с нашими коллегами из Минтруда, у ваших коллег на другом телеканале, как раз обсуждали этот вопрос, и я прокомментирую их словами, да, говорили о том, что действительно какой-то поток, он присутствует, но он такой носит межрегиональный характер. У нас, оказывается, люди уезжают в Ульяновскую область, потом там уезжают в Волгоград, например. Уезжают в Москву, возвращаются в Самару. Поэтому эти процессы такие, они динамичные, активные, и здорово, когда люди как-то растут, куда-то дальше двигаются, и здорово, когда к нам специалисты приезжают в город и работают. Но это не массово. О каких-то массовых таких миграционных потоках, наверное, будет говорить, да, не совсем верно. И все-таки это такая сфера, где постоянно существуют проблемы. И они то вот здесь возникают, и становится такое вот напряжение, то здесь в одном ракурсе, в другом. Вот сегодня самые напряженные моменты, проблемы, которые вы решаете, может быть, даже будут меняться на законодательном уровне, за что бы вы выступали сегодня. Что это за проблемы? Вот именно в этом секторе. Ну, вы знаете, вот, наверное, для нас, как для службы, такой самой болезненной, самой горячей точкой на данный момент, поскольку я говорил о том, что мы сейчас находимся на пике притока иностранных граждан, внутри одного года, да, конечно, наша задача сейчас максимальному количеству людей оформить разрешительные документы. И объективно очереди в наших подразделениях, невозможность скорейшего доступа к государственным услугам, вот та проблема, над которой мы сейчас активно работаем. Вот. Любой иностранный гражданин, который сюда приехал, который хочет работать легально, он, безусловно, должен получить доступ к этой услуге. Вот это, наверное, самое сейчас актуальное для нас. А в вашей службе проблем не возникает в связи с тем, что, вот опять же, вы говорите, вы на пике? Ну, какие-то... В государственной службе задача одна — выполнить то, что государство поручает. И другого варианта у нас нет. Поэтому мы будем делать все от нас завище, но мы так или иначе к этому придем. А каких-то нововведений? Ну, обычно, конечно, с Нового года вот как-то что-то новое появляется, каких-то законов или что-то, правил, еще что-то. Может быть, вы внимание самих людей, которые только что прибыли сюда, вот обратите, когда им вставать на учет, куда идти, что делать, вот какие-то такие моменты. Кстати, вот я вот сейчас думаю, вот приезжают люди, а где они размещаются вот изначально? Вот приезжают, у них нет никаких разрешений, нигде они не зарегистрированы, они вот как куда они едут. Как правило, как правило, никто в никуда, как вот принято, вот так не ездит. Это достаточно организованная такая внутренняя система, где-то, может быть, в определенных моментах и по национальному признаку, да. Но все-таки их здесь встречают и принимают. Люди едут на конкретную работу к конкретным работодателям, да. И дальше параллельно уже пытаются либо найти. Сарафан и радио, как говорится, никто не отменял. Ну вот, а они приезжают, размещаются и снимают дома-квартиры, и живут все вместе иногда, и большим количеством, и активно частный сектор используют для проживания. Иногда это доставляет неудобства, как бы мы получаем значительное количество всевозможных обращений, связанных с, скажем так, не совсем корректным поведением. И это тоже есть. Что касается оформления уже разрешительных документов, да, процедуры постановки на миграционный учет, да, вот регистрация в простонародье, она не изменилась, могут обратиться в наше подразделение, в каждом районе области оно существует, могут обратиться в почтовое отделение связи. А вот временной промежуток, в течение которого вот регистрируется? По общему правилу, в течение семи дней иностранный гражданин должен встать на миграционный учет. Вот, опять же говорю, с учетом требований вот последних новелл законодательных, да, связанных с тем, что, ну, ограничен 30-дневным сроком ограничен срок подачи вот этих документов для получения патента. Мы сейчас говорим именно о трудовой миграции. Проще говоря, в течение 30 дней иностранец должен очень четко определиться, зачем он сюда приехал. И это очень важно. Если мы возьмем там несколько месяцев тому назад, ой, несколько лет тому назад, или прошлый даже, или позапрошлый год, мы увидим, мы исключили, скажем так, ту категорию, вот, извините, а в кавычках праздно шатающихся иностранцев, которые приедут, уедут, назад заедут, не найдут работу, сидят там. Теперь очень четко. Хочешь работать, получи патент. Не хочешь, 90 суток ты здесь находишься, будь добр, покинь территорию. Понятно. Вот все мы видим, что происходит сегодня в странах Запада, вот Франция, там Италия, может быть, еще какие-то, когда мигранты, так скажем, поднимают голову и протестуют, и у властей появляются проблемы с ними. Вот вы можете коротко сказать, в результате чего это произошло, и в нашей вот политике, в нашей стране существует ли какой-то вот минимум численности, после которого вот этот предел мы не будем перешагивать, количественного состава, я имею в виду мигрантов, потому что вот во Франции уже поджигают там все, громят, претендуют на власть, политику и так далее, все это перечислять, как бы, нет смысла. Такой очень серьезный, широкий политический, исторический вопрос, но если кратко, все-таки исторический путь европейских стран, в частности Франции, да, он кардинально отличается от российского, советского даже, где-то, может быть, еще имперского. И если, опять же, брать ту же Францию, да, где мигрант, видно, когда активный был приток из Алжира, ну, этих колоний, скажем так, колонизированных стран. Ой, секунду остается, в общем, нам пока люди нужны. У нас, нам пока люди нужны, и экономика, и наше общество эту тематику отработает. И все, эта экономика будет регулироваться. Конечно. Ну что ж, спасибо большое за то, что пришли, прояснили обстановку миграционной политики. Спасибо и вам за внимание, всего хорошего, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!